Сегодня приход храма святого Василия Великого в поселке Виноградный расположился в бывшем общежитии. Помещение маленькое и неудобное, от силы здесь могут поместиться не более 25 человек. А в поселке проживает порядка 6 тысяч селян. Это один из самых больших сельских округов в муниципалитете. Местный депутат Евгений Громыко при поддержке жителей решил построить новый храм. Сегодня на территории, кроме этого небольшого прихода, ничего нет. Естественно, людям нужно верить, нужно молиться, нужно ходить в храм. Нужно вообще... Храм – это красота, это культура наша. Сказано, сделано. В 2006 году сделали проект будущего храма. За основу взяли архитектурные приемы славянских церквей древнерусского зодчества XII-XVII веков. В тот же год и были начаты работы. Сейчас уже возведены стены. Строят храм всем миром. Водоканал безвозмездно провел воду. Энергетики подключили свет. Свою лепту на богоугодное дело внесла и городская администрация. Мы обратились в администрацию города-курорта Анапа. Газпром как раз с городом-курорта Анапа у них были какие-то переговоры по делам. И глава администрации обратился к ним, что помочь нам надо. И они, Газпром, выделили нам 2 миллиона рублей. Но сейчас работы на объекте вновь приостановлены. Приход не в состоянии купить 5 куполов для храма. Общими усилиями собрано порядка 630 тысяч рублей, а необходимо почти полтора миллиона. После возведения куполов нужно застеклить оконные проемы и установить двери. И тогда в недостроенном храме уже можно проводить службы. Прихожане с нетерпением ждут этого момента. Люди хотят, люди стремятся в храм, а у нас нет места. Прихожане храма обращаются ко всем неравнодушным жителям и гостям города-курорта. Помочь со сбором денежных средств для приобретения куполов. Реквизиты для пожертвования и телефоны для справки вы видите на своих экранах. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Регион.